Лето закончилось, но туристический сезон продолжается. В малые города Верхневолжья продолжают приезжать туристы. В Калязин гости чаще всего прибывают на круизных теплоходах, для путешественников проводят экскурсии, работают музеи и творческие мастерские. О главных туристических объектах Калязина рассказывает наша съемочная группа. Калязин – город с печальной историей затопления его главных святынь – Троицкого Макарьевского монастыря Николаевского собора. Единственное напоминание о былом величии этих мест – колокольня Николаевского собора, возвышающаяся над Волжскими водами. Напомним, что ее отреставрировали в 2021 году на средства областного бюджета по решению губернатора Тверской области Игоря Рудени. Скиднись, по-моему, в воде, в сумках вот такой вот такие удочки, а они все были с плоскими водами. Недавно колокольню передали православной церкви. Это событие, которого в городе добивались много лет. Жители и руководство района хотели, чтобы колокольня не только стала нарядной, красивой, но и чтобы в ней звучали молитвы, как ранее в самом разрушенном Николаевском соборе. Паломники и туристы доставляются на островок частными паромами и на лодках. И если они плывут к назначенному времени, на молебен их доставляют бесплатно. Для начала мы начали молитвенное такое правило взяли на себя, что каждый четверг в 12 часов дня совершается молебное пение саккафисно святителю Христову Николаю, архиепископу Миррихийскому. Так что и вот это маленькое правило, оно согревает душу. Каждый приходящий не уходит и отсюда не утешит. На первом этаже колокольни обустроена часовня, где можно поставить свечи, подать записки. С этого лета здесь каждую неделю по четвергам в полдень служится молебен саккафисом святителю Николаю Чудотворцу. За пожертвования на восстановление монастыря можно подняться и на смотровую площадку первого яруса колокольни. Оттуда открывается вид на Волгу, монастырские острова, заречную часть города. За лето немало туристов и паломников посетили колокольню. Да и сами колязинцы, многие побывали внутри нее впервые в жизни.